Морелла Спленденс 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 жабры. В конце грудной клетки находился небольшой тельсон. Неясно, как крепились голова и шипы, так как они состоялись из дне минерализуемого скелета, и от них порой остаются одни только отпечатки. Морелла имела слишком много антенн, слишком мало конечностей, состоявших из слишком малого количества сегментов, чтобы являться трилобитом. Ей также не хватает трех пар ног позади ротового отверстия, которые характерны для ракообразных. Конечности с реением также отличаются от конечностей ракообразных. Идентификация образца дифракционной решетки на хорошо сохранившемся отпечатке Мореллы доказывает, что она имела радужный блеск и, следовательно, выглядела очень красочно. Темные пятна часто присутствуют в хвостовых областях образцов, вероятно, представляя собой окаменевшие отпечатки отходов пищеварения Мореллы. Морелла, как полагает, была донным морским мусорщиком, живущим на обломочных и твердых породах. Один исключительный образец показывает ископаемый организм в процессе линьки. В настоящее время принято считать, что Морелла является членом стволовой группы членистоногих. Другими словами, она произошла от предка общего для нее и большинства или вовсе всех последующих основных групп членистоногих. Несмотря на внешнее сходство с трилобитами, она не более тесно связана с этой группой животных, чем с какой-либо другой группой членистоногих. Морелла является наиболее распространенным родом организмов бюрджерских сланцев. Большинство образцов Мореллы найдены в морельской постели. Это тонкий горизонт с наиболее крупным скоплением Морелл. Но ископаемые следы Морелл встречаются в большинстве других обнажений других сланцев. Более 25 тысяч экземпляров было обнаружено. 5 028 экземпляров Мореллы известно из отложений Большого Филопода, где не составляет 9,56% от всего животного сообщества. Морелломорфы, то есть сходные с Мореллой организмы, хорошо известны в других кембрийских отложениях и в самом деле известны из отложений, датируемых поздним Дионом. Если вы являетесь любителем палеонтологии, доисторических существ или вам просто понравилось данное видео, то будьте добры поставить лайк, подписаться на канал или вступить в группу канала, ссылка будет в описании. И я продолжу делать видео по данной тематике. Субтитры создавал DimaTorzok